Сергей, пойдем, там Игнатьич конечно зовет, пойдем, да это понятно, он хочет кое-что рассказать. А где Сергей? На улице. Не будет? Он не ужинает. Боже, слава тебе. Хвала тебе, наш Господь, велика милость твоя в этот день, ты позволил закончить эту работу, позволил нам быть на богослужении и этим закончить день, слава тебе, посетя одевоких, покинутых, серых, обездольных, детей из серии, пошли им все потребное. И в одни искусности напоминай нам об этих днях изобилия. Пошли нам помощь и защити от нападающих. Уменьши сердце Максима. Сокруши гордость его, но самого пощадей. Открой ему истину твоей совести. Тебе, Боже, слава за все, Отец, ценности. Твой Дух. Аминь. Аминь. Вот я и со двора выезжаю, по времени вернулся, ровно 20 минут. 22 я тут крутился еще. 20 минут. Ты соображаешь? Если тебе придется ходить. Ну, пошел. Думаю, где скрыться. А вот видишь, это Айсаки ведет. Анфиса посла. Я категорически против, что девчонки пасут они. Очень боюсь. Дома парень в сетке стоит, девчонка на поле. Ничем не могу объяснить. И здесь я мордушку-то поднял, между там трепешится. Карась. Золотистый, желтый. Ну, с хвостом вместе примерно вот так вот. Ну, мордушка-то не моя, это сетка. Исаки идет. Я говорю, Исаки, бегом ко мне. Он бежит. Я говорю, посмотри, вашу поймал. Они мелкую давали рыбу, они вернули назад. Давай, неси домой. Это ваша мордушка-то. А как я? Я вот тут лопух растет. Я два листа сорвал, завернул ему. Готовы пить. И он побежал тогда. Сейчас идет. Вот первое маленькое событие, оно уже важно. Значит, хорошая есть рыба. Хорошая. Сегодня я хотел сказать о неурядис, а об искушении настоящем, которое у нас в бане. Наказал-наказал. Все. А все все равно не наказал. Веник какой попал. Ты остался позже. На свою беду. Он тебя с потрохами бежал. Это все семь лет. Я ушел. Там человек был. Все везде. Листьями завалено. Веники брошены. А он уже вышел на улицу. Вышел и перестает перед этим. Он не видит перед баней. Ласточка летает на нем. Она не может залететь. Он стоит с человеком. Ну ты маленько, глянь. Пятый раз она круглилась. Пятый раз ее не видит. Пятый раз. Ни разу. То есть все время в земле. Земляной ты. Ласточка летает. У нее яйца застывают. Я говорю, отойди вот сюда, сядь у меня. Ну давай маститься там. А можешь отсидеть? Ну тут сиди. Идет, а у него в груди все это трясется. Как холодец какой. Тесто. Это не мускул. Это жир. Да когда я занимался спортом, такого я бы со мной, говорится, захода заложил бы сразу. К верхней раме тебя поставил бы. Я говорю, ничего ж ты так это. Что трусы наделал, перед баней вот такой вот стоит все это. То ли за нему, то ли что. А этот там стоит. Значит, ты или будешь делать, смотреть все за собой что-то. Я зашел. Веник один, а к нему налеплены еще ветки. Где они хромали ветки. Листьями все завалено. Ну давай убирать его. Теперь надо доски поставить для просушки. Он не знает где. На которой доске стоишь, она не прибитая. Перевели ее вертикально. Ушли, бащок не закрытый. Бегают мыши, и мыши падают туда. Она пока не растворится, а мы ей поливать сегодня. Ну можно закрыть, покрышку поднять и положить. Не тут-то было. Не вложишь. Ну каждый шаг. Ну сразу мне инструкцию надо. Ну так, курсов пять проходить, как на хирурга. Ну какую тебе инструкцию? Ты человек, и за тобой мы не придут. Ну, я так сегодня рассказал. Значит, одного не выпускать. Выходить только вместе. Вина твоя, что тебя разбросано там. И я ничего не могу сказать. Ты последний был тоже ушел, ничего не убрал. Это первое. Так, еще не так ты скажи, что это не так. Или так? Не, ну мы... Листья от нас двоих, но... Я не говорю, что это все Сергею принадлежит. Но то, что он последний вышел, это факт. Ну ты мог ему сказать? Ты мог сказать? Сейчас мы уходим. А после нас остается везде листья, веники бросили. Так я вышел, а он еще там... Ну ты его сейчас подобрал за собой-то. Твои-то листики остались. Так, кто крупным планом? Понимаешь, твоя лукавство такое дубовое-дубовое. А ты бы убирал и сказал, Сережа, я листики все подобрал. А веник-то ты выкинь оттуда, чтобы дойти. Или предбанники, а куда ты там решишься? Ну неправильно, согласись. Я тебе предлагаю. Тогда по одному ходить. Я говорю, нет, тогда отдельную баню строй. Вопрос очень большой, что вы туда там яблоку съездили. Строй, ходи, в баню, как хочешь. А он говорит, по одному идти, по одному в бане, в нашей. Это я сколько? Пол пол поленица должен спалить. С чего ради-то? Ну, ну минимум три человека свободно там могут поместиться. Один парится, другой моется. Норма полтора тазика, не больше. Потому что один бочок. Детей много было. А помаленечку берет, это женщине полтора парню там тазика хватит. От маленького тазика. Потому что людей у нас много. Что? Головой крутишь. Не нравится? А? Я не знаю. А что ты головой крутишь сейчас? Ответилось или что? Как Андрей Ткачев говорит. Он ответит вам в голову этот пророк Илья. И ты ищешь что-то лучшее. С полотенцами не ходить. Не об террасе. Никогда. Я тебе говорю, ты запоминай только. Я хочу, чтобы вы были одинаковые. Я имею право говорить тебе, эта баня не твоя. Я ее строил. Понял? А строил Андрей этот дробот. Курятник там был. Сделали. И потом мне надо поскорее ее открыть, чтобы она проветрила и снизу ее сохранить. Вот мы были в храме сегодня. Ты слышал, что там было? Да. Что там выступало? Женщина выступала. В нашем храме женский голос. Она надеялась, что ее причастит сегодня батюшка. Почти как-то. И она всем разнесла дары. К каждому. И мы дары эти съели? Да. И она ждала в ответ что-то. Но я не знаю, что она ждала. И она, раз она не дождалась этого, и вот у нее вырвалось это все наружу. Эмоции. Эта старая лежала, то она не отвлеклась от себя. Она больше эти половички любит, чем нас. Если она нас любит, то как могла она в храме наушить божественный порядок, где жены ваши домолчат в церкви? И учит, не позволяя, она учит ее, она сама в нас не может остановиться. Это очень нехорошо. Тем более, она с нами в хороших отношениях. 92 года. А дядя Дуся потеряю, она еще живет. 102. Но еще теперь будем считать. Не возрастом определяется, а отдачей Господу. Я вам сегодня как раз это вам хотел сказать. Будьте везде внимательны, где мы бываем. Завтра на занятиях я приготовил уже материал. Теперь надо готовиться к проповеди. Тебе ничего не надо готовиться. Вот это разница наша. Я и проповедь стал говорить прямо в храме, тогда, когда был руку положен в щите цифь. А это произошло, ну, я не знаю, там, лет 20 назад, может, 25. А до этого, ну, никогда. Во время службы, когда батюшки нет, а рядом столовая у нас, трапезная называется, туда все заходили, столы опрокидывали, и я говорил проповедь. Я ни разу не нарушил. Тогда наш епископ меня руку положил, для того, чтобы я мог проповедь и при нем говорить. При епископе. А первую проповедь когда произнесли? Первую проповедь, когда я обратился 27 сентября. И наш лодковский катерок подошел, я перешагнул через фальшборд, и в первом уже начал говорить. А вы помните, что говорили? Конечно. Живем неправильно. Это первые слова. За нас умер Христос. И поэтому жизнь вне Христа не достойна жизни. Я тут же сразу, и сразу стало известно капитану Фролову. Задорно было каравана нашего, капитан каравана всего. И, поняли, я сошел с ума. Сошел с ума. А только что давали мне характеристику, я член судового комитета, много занимаюсь, учусь в заочном мореходном высшем училище. И тут сразу другая характеристика. Несмотря ни на что, он блуждает по религиозному болоту. Но я много занимался, и когда в свободное время, я сижу на солнышке и, видимо, задремал. Они меня сфотографировали, и в стеной газете показали сон блаженного Игнатия. Вот так. Я тебе на сегодняшний день говорю. Я не знаю, вот допустим, какие вечерние богослужения. Вот я узнаю, и на это готовлю проповедь. И я не говорю, у меня проповедь слагается. Мы едем с богословом, кандидат богословских наук, отец Александр Иванович. И он говорит, а вот сегодня было, если проповедь на сегодняшние стихи писали, что бы сказали? А у меня она готовая. А едем на траве, мы все вплотную прижались к стенке, и я начинаю ему рассказывать. Он выходит на проповедь, все пересказывает. Он не гордый был. Он говорит, я же слушаю, это моя проповедь, ты ее озвучил. Для меня это еще не знаю. А для него тем более. Он ее взял как... Игнат Игоныч, а до знакомства с Анном Златоустом, до, у вас такие же проповеди были или нет? Или... Ну как сказать, я со Златоустом познакомился, когда маленький был еще. Совсем маленький считали, дедушка считал. По церковнославянски? Да. По церковнославянски. А уж когда я начал, я не просто толк имел, у меня один трехтомник был. Избранный. Я конспектировал. Но сказать, что я многое там оттуда взял, толкование взял. Но стихи, все у меня другое. У меня никто не это... Хотя, знаток он сразу передвигает, это же с Англатоустом все убегает. Все на этом. Садимся.